И еще один гость нашей студии, постоянный, любимый гость, Алена Лонская. Привет, Алена. Привет, дорогая. Всем привет, дорогие друзья. Рада сегодня присутствовать у вас в гостях. Да я немножко опережаю события, но очень-очень скоро я думаю, что смогу тебя поздравить с успешным завершением сессии. Ой, ну да. Дело в том, что мне, как видишь, не хватало приключений в жизни. Я пошла учиться на второе высшее образование. Режиссура праздников и зрелищ. Поэтому в ближайшем будущем я уже буду полноценным режиссером. Расскажи, один экзамен остался? В этой сессии остался один экзамен, потом защита диплома, написание его сначала. Но на самом деле очень много полезного для себя я открыла. И в качестве своей профессии, и элементарно мы забыли уже, что такое читать книги. Вот, поэтому ранее я их читала исключительно на отдыхе, а теперь я научилась их читать еще и дома. Это сложно, потому что дома всегда огромное количество дел, но ты находишь время на то, чтобы просто уединиться и что-то полезное для себя открыть. Совсем недавно я с удивлением обнаружила, что оказывается у тебя финансовое образование первое. У меня вообще много образований. Я закончила экономический колледж, контролер, кассирс, бригадная банка, оператор ВМ. И закончила Белорусско-Российский университет, финансовый кредит, налогообложение. Но сейчас вот буду дипломированным режиссером праздников и зрелищ. Слушай, ну тяжело эти два года или все-таки статус заслуженной артистки Республики Беларусь помогает? Ну попробуйте только поставить незачет. Нет, мне кажется наоборот, потому что ответственность увеличивается. И я-то пришла за знаниями не просто для того, чтобы мне поставили там, допустим, зачет или экзамен. Мне необходимо было самой себе. Это тот случай, когда ты пришел для того, чтобы научиться. Да. И поэтому, конечно же, какое-то особое отношение, наверное, моим учащимся в группе сложнее, потому что нас спрашивают серьезно. То есть не делают ни скидок, ни поблажек. И когда ты прогуляла, допустим, какое-то занятие, отмазка, что я была на концерте, не работает. Не, ну, к сожалению, так, признаюсь честно, стыдно, да. Бывают у меня такие дни, когда приходится пропускать занятия, но в дальнейшем ты переписываешь конспекты или интересуешься, а что было, или, допустим, если ты опоздал, то извиняешься. Ну, вот этим летом, я так и подозреваю, все полученные знания ты будешь осваиваться на практике, потому что у тебя, ну, я предполагаю, большое количество концертов на ближайшие месяцы. Ну, начнем с того, что в нашу страну приезжает, наконец-таки наша страна проведет вторые европейские игры. И мы, артисты, артистическая группа наших людей белорусских задействована, конечно же, на всех площадках. Я буду выступать и около Чижовки, Чижовка-арена, и рядом с Минск-ареной, и около Дворца спорта. Следите за новостями, все это будет, безусловно, написано в социальных сетях, на моих социальных страничках. Ну, и, конечно же, в ближайшее время мой сольный концерт в городе Кополь, 27 июня, всех приглашаю жителей. Третьего июля нас ожидает День независимости Республики Беларусь, в том числе Настели, меня можно будет увидеть. И в городе Березино в этот же день я буду. И так, где я еще буду? Я знаю, что у меня полный насыщенный график. Вы что, значит, настоящий дисциплинированный человек, студент, все помнит по датам, по числам, по днем недели. В конце 3 июля я еще буду присутствовать. Потом, конечно же, приглашаю всех 6 июля в Александрию, где я буду исполнять песню «Куточек Беларуси», многим уже полюбившуюся композицию. И приглашаю 11 июля на Славянский базар, где я буду исполнять песню «У меня есть ты». Кстати, это моя новая композиция, которую мне написала российская команда в лице Марии Крыловой. Всех интересующих и моих поклонников приглашаю в социальные сети на своей странице, и там все выложено. Я думаю, очень скоро мы будем ждать клип именно на эту композицию, потому что очень часто у тебя выходит какая-то крутая песня, и месяца вот так вот три появляется клип. Насыщенный график, буквально, я даже не знаю, будет ли у меня возможность куда-то съездить отдохнуть. Дело в том, что я готовлюсь к грандиозному событию 11 октября. Мой большой сольный концерт будет приурочен к 15-летию моей деятельности на этой большой сцене. Страшно сказать 15 лет. Ну, если учесть, что мне всего 24. Да, да, да. Конечно. Приглашаю всех. 11 октября в Дворец культуры профсоюза в городе Бресте состоится мой сольный концерт, посвященный 15-летию творческой деятельности. Алена, я желаю тебе удачи в подготовке на всех твоих мероприятиях, конечно же, в подготовке сольного концерта. И я надеюсь, что мы будем первыми, кому Алена Оланская расскажет, когда она найдет того самого, настоящего, единственного. Обещаешь? Ну, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим.